приветствую всех дорогие братья и сестры и хочется затронуть такую историю даниил 3 92 на это он сказал вот я вижу четырех мужей не связанных ходящих среди огня и нет им вреда и ведь четвертого подобен сыну божию седраха мисаха и авдинага бросили в огонь потому что они не подчинились царскому указу не подчинились указу злых людей чтобы повиноваться мирской системе на тот момент момент которая управляла всем и не ну то есть не стали они подчиняться греху и за это пришел огонь но господь пришел к ним даже в огонь помог им и через это имя божие было прославлено также друзья апостолы верующие люди тех времен когда апостол павел писал тоже были гонения трудности для людей но они сохранили веру и донесли ее до нашего времени римлянам 8 37 39 но все сие преодолеваем силу и возлюбившего нас ибо я уверен что не смерть не жизнь не ангелы не начала не силы не настоящая не будущее не высота ни глубина ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви божьего христе иисусе господи нашим вот поэтому мы должны принимать божью любовь наполняться ей а также делиться этой любовью с людьми которые нас окружают вот быть в связке с иисусом христом мы сегодня должны уметь иметь мудрость соединить соединяй соединять людей с господом иисусом христом он есть хлеб жизни он есть свет миру и бог есть любовь если люди будут наполняться божьей любовью также если мы живя в церкви тоже не будем забывать а будем обновлять свой разум и исполняться святым духом и наполняется божьей любовью то обязательно это будет заметно другим людям и божья любовь она привлекает людей особенно которые сегодня сломлены которые сегодня в страхе сомнения и также для нас верующих что ничего нам бояться не надо ничто нас не сможет отлучить от любви божией во христе иисусе господи нашим поэтому желаю достигать любви всем нам потому что любовь это совокупность совершенства благословений дорогие братья и сестры долой всякие страхи сомнения но давайте будем ближе господу нашему иисусу христу да поможет нам в этом бог аминь